И поедем на поезде с тобой и прокатимся Новосибирск, Красноярск погоним, Томск, по городам России. Я думаю, что в России ты мало где бывала, но там тоже красивый, на Байкал свожу тебя. Привет! Ну что, мне уже легче. Сейчас едем, будем снимать вот эти вот чудо-банки. Жуть ужас, они надоели. Мне, во-первых, болят. Ну, типа от них все болит. Они же там трубочки в организме болтаются. И сделаем процедуру, которая вмешает отек. Но в целом я уже прям вижу, что отеки начали уходить, что лицо маленькое. Один день жизни Лодере. Ой, блогера. Сегодня, как обычно, я проснулась во сколько захотела, пошла завтра вать к морю. Это было примерно 2 часа дня, и мне поступает предложение поехать на мероприятие. В своем плотном графике я еле-еле нашла место. Честно, я понятия не имела, куда мы едем, поэтому решила на всякий случай перекусить пирожком за 45 рублей, чтобы не подумали, что я с голодного края. То есть машину, то что-то интересненькое, я начинаю, конечно же, снимать, потому что я блогер, говорю, девочки, работаем на камеру, я блогер, это моя работа. Они, конечно же, в ахуях. Зная заведомо, что меня будут узнавать, сняла с одной из них парик, чтобы по прации меня не доставали. Не успела зайти в здание, тут же начинается съемка. Все хотят со мной сфотографироваться, берут автограф, начинают меня снимать. Настя Петраковская, это вы, это вы. Короче, если честно, я сюда приехала только потому, что мне сказали, здесь будут богатые мужички и бедные у меня уже были, красивые и бедные тоже были. Поэтому я подумала, что пора что-то менять. Вообще, я старалась вести себя достаточно прилично, но моя ебанутая натура вылазила все-таки наружу. Ну, короче, я ни с кем не познакомилась, там одни женатики, и вообще у меня очень плотный график, и типа нахуй надо портить кому-то жизнь. Вот все, я дома. Хочу вам еще раз показать свой цвет. Вот, много-много лет я была блондинкой, прям вот кипельно, блонд, вы все это знаете. Последние мои эксперименты с ручным цветом волос были года, лет 12-13 назад. Я хотела еще потемнее, но девчонки сказали, попривыкни пока к этому цвету, походи так, а если что, мы тебя затонируем, покрасим потемнее чуть позже через месяц. Вот, еще раз вам хвастаюсь, гуляем с жуликом, ну и хвастаюсь вам новым цветом волос. Как мне? Только честно напишите. Ты маму ругаешь? За что? Покажи лучше нос свой. Покажи, что с носиком? Что с носиком? Полетел вчера, да? Вот нос, скажи наш, какой. Карамель, можно было на фоне такие звуки не сдавать? Что? Что, мама? А куда ты лезешь? Куда? Что смешного? Что смешного? Ты Машу убежал? Ах, я тебе сейчас по рукам надаю, нельзя обижать. Нельзя бить. Вот так лучше, вот так. Да. Вот, любить надо. Целуй, Маса. Поцелуй. Не буду сказать. Ты что, образуля? Поцелуй. А, ты что, Маша, пальчик цель? Вот, Маша, нацелуй. Дай я подцелуй, дай в носик. А ты мамочку, давай, маму, давай. Человек, с которым у меня никогда не бывает творческих разногласий. Все? Да? Стально. Тут может вообще огонь. Руки золотые. Да, 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 да. Ну, сейчас проверим, проверим. Да, конечно. А ты чуть лампу не угрохала на кухне. Нормально все? Чуть не разбила плафон. А мы говорили, что плафон. Ладно, ладно, сейчас проверим. Сейчас как это держаться будем мы проверим. Неси бутылку. Сейчас принесу. Короче, я уже залковый, а ну, как? Давай, Дер, ты. Ага. А самое смешное... Давай, Лела, зови к себе, чтобы он спрыгнул. Лешка. А где ты? Иди сюда. Иди сюда, запрыгивай. Давай. Давай. Спрыгивай, пойдем. Давай сюда, перейдем. Давай сюда, перейдем. Да нет. Друзья, спешу с вами поделиться. У нас сегодня приход. Пришли две очаровательные девочки. Одну у нас Анастасия зовут, а другая Виолетта. Уже выучили. Учили наконец-то имя. Вот она, красотка. Говорят, мы похожи. Вот так вот. Так. У нас тут вечер шашлычков. Овощ уже. Я так-то вообще красиво это все нарезала, Игорь. Что это такое? Я все испортил. Все как обычно. Блин, это было так красиво. Это же... Ты что надел? Я уже... А у вас чей хотел? Игорь. А тебе решетку? Мы же для себя все делаем. Не до гостей. Все равно для себя тоже красиво должно быть. Сходи, а лучше возьми ту штуку, которую будем махать. Хорошо. Игорь Викторович попросил меня принести, чем махать. Я взяла книгу. Думаю, ну это не моя книга. Интересно. Потом перевернула книгу. «Как сделать вашу супругу жизнь счастливой?» Давай, открывай любую страничку. То, что надо. Ну давай, нет, давай 73. Ну третья строчка. Только быстрее, пожалуйста. 73? Блин. Третья строчка? Да. Если он делает это от всего сердца, картина скажет об этом. Реально? Да. Если он делает от всего сердца, картина скажет об этом. Ну. Понимаешь? А вопрос? Теперь я открываю для тебя. Короче, страницу, которую я открою. Пятая строчка – это про Клаву. Поговорить со мной несколько минут. В тот же вечер она позвонила мне снова и поделилась прекрасным впечатлением дня. Поделись со мной, пожалуйста. Слушай, какого вчера был прекрасный день, а сегодня чисто по-домашнему. С Веричкой. Можно было бы тебя на шашлячок пустить, потому что посмотрите, сколько мяса. Вот эта вырезка, посмотрите. Юричка, тетю тетю мою маленькую. Кто бы тебя съел, никто бы тебя не съел. Мы же не в Китае живем, чтобы собачатину есть. Ну, ты смотри. Если будешь пластыть, мы тебе зимой заколем. Вот так вот и съедим тебя. Поговорка закончена. Папарацей просто. Верит, как ты сюда залезла? Ты залезла украсть вещи. О май гады был. Было темно, я просто не ориентируюсь пока что. Я думал, это преступник, я побежал. А что, видно безбежал? Видно, видно. Понятно, они тут. New balance Adidas. Мне кажется, самая романтичная, когда вы кушаете с одной тарелочки. Вот она. Смотри, фокус, фокус. Куда еще можно быть ближе? Андрюша, вкусно? Я покажу. Андрюша. С тремя котлетами. С тремя котлетами. Не забывай про спортеров. Да, спортеров лучше. С любовью. Ну что, всем доброе спортивное утро. Вчера немножко выпивали. Сегодня сейчас будем терять это все, выгонять все в спорт. На самом деле, надоело уже такой образ жизни сочетать алкоголь с тренировками. Надо уже бросать пить. Что, кого, как у вас дела. Не выхожу в социальную сеть, поскольку нету сейчас какого-то настроения, нет какого-то желания жить. Просыпаюсь, понимаю, что симпатии на проекте нет. И не понимаю, что мне делать там две недели, например, до прихода девочек. Пришли девочки, никто мне из них не нравится. Ну вот, что делать, не знаю. Вчера вообще не был в телеграме. Всем привет, аж стало стыдно. И вот, веду репортаж с места предвариловки. Просто посмотрите, какие у нас парни бравые на подбор. Один за другим. Посмотрите, какие рыцари. А с девчонками что? А с девчонками... Блин, приведите пацанам нормальных девчонок вообще. Саш, Саш, можно нормальным пацанам девчонок тоже нормальных привезти? Зачем подругу? Да ладно, шучу. Вы посмотрите. Вчера ее боровейником назвал. На самом деле... Да заткнись, это мой телеграм-канал, блядь. Короче, нет, на самом деле, девчонки, вот, каждую неделю на подбор. А вот, только никто. Почему отношения строишь? У тебя время до 1 июня. Почему не строишь отношения? Пожалуйста, парни, Александр Чернов и девушки, Алексей Безус, приведите, пожалуйста. И пусть уже счастливы идут за периметр. Вы знаете что, дорогие мои? Я вот заметила то, что я не могу работать. У меня просто на это нет сил. Мне люди пишут, 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 клавочка, ну когда ты уже притупишь к работе? А я не могу. Я понимаю то, что у меня тупо не хватает сил. Но я поняла, из-за чего это. Это все из-за моих эмоций. Ты что, Андреев? Не. Ты считаешь нас тухлой парой? А, ты с ним, конечно, считай нас тухлой парой. Обязательно выложи это, да? Он встал с первого дня, понимаешь? Он не может признать, что мы вместе уже 3 месяца. Где наш магнитик? То есть, реально, мы уже вместе 3 месяца. Никто не верит.